Привет всем высшим! И да, наконец-то у меня руки добрались до третьей гильдии, если честно, я сам являюсь большим поклонником этой серии игр, и во вторую часть отыграл довольно много часов. И конечно, вы сами понимаете, как я чувствовал себя, когда третья часть вышла на свет. Моему счастью не было предела, но потом я узнал, что она была до ужаса сырая, и тогда в ней играть и обозревать, ну, в общем, я решил подождать. И сейчас на летней распродаже я ее все-таки взял. И что ж, давайте посмотрим, что это такое. Что ж, и первое, что хочется отметить, это наличие русского языка в самой игре. Во второй части он тоже был, но вы только вспомните весь тот ужас, с которым нам приходилось сталкиваться. Причем русская озвучка во второй части действительно классная, и ее реально классно слушать, приятно, классно. Она очень атмосферная, и чувствуется, что при озвучке они действительно старались. В третьей части, конечно, этого поменьше, но все же, все же приятно, что нам не приходится заходить на какой-нибудь Яндекс.Диск, продавать душу дьяволу, чтобы скачать пару файлов и потом как-то их заменить. Тут же вы просто покупаете игру, скачиваете, и вуаля, у вас уже есть русский язык, что, конечно же, круто. Также стоит отметить, что поддержка серверов во второй части, она прекратилась. Поэтому для того, чтобы прииграть вместе с другом, нам придется настроить локальную сеть через хамачи или другие программы. И, конечно же, это очень геморно. А в третьей части у нас все работает, мы спокойно можем пригласить своего друга из Тима и спокойно с ним играть. И это, конечно же, дополнительный плюс. Хотя, если честно, какого-то онлайна в этой игре я не заметил. Конечно, всегда есть какие-то группы или сообщества, которые ищут напарников для игры, но это не идет в пример. И да, если вы никогда не играли в гильдию и не понимаете вообще, о чем идет речь, то, пожалуй, самое ближайшее сравнение это Sims Medieval. За единственным, пожалуй, исключением, что тут мы начинаем с самых низов. И наша первостепенная задача это, пожалуй, не дать умереть своему персонажу и завести потомство. Создать семейное древо и, конечно же, получить какие-то титулы. Свое место в городе, свои предприятия, которые будут нам давать определенный капитал для того, чтобы как-то двигаться дальше. Ну и, конечно же, победить другие династии, которые, как и мы, начинаем с самого низа. От нашего титула и уровня профессии зависят постройки, которые так или иначе для нас доступны. И для повышения титула чаще всего нужна золото и репутация. Также стоит отметить, что если вы нищий или просто какой-то бездомный попрошайка, то вряд ли вы сможете встречаться с дворянином. Поэтому стоит искать себе супруга или супругу по чину. Но давайте, пожалуй, поговорим о минусах. Игра уже почти три года находится на раннем доступе. И, если честно, вторая гильдия, по сравнению с ней, кажется куда более живой. Конечно, я говорю о собственных ощущениях. И вы можете смотреть на вещи совершенно под другим углом. Но, как по мне, во второй гильдии куда больше анимации. Ну и, конечно же, то, что ты можешь заглядывать почти в каждый дом и наблюдать за процессом работы. Это действительно круто. И я не понимаю, почему они не добавили это в третью часть. Теперь мы просто выходим наружу и начинаем зарабатывать свою репутацию, пока наши рабочие зарабатывают золото. И если, скажем, про вторую часть я мог сказать, что это как-то напоминает Sims Medieval, то третья это просто обычный очередной экономический симулятор. Ну, пускай даже и со своей изюминкой, но все равно тут не хватает какой-то своей атмосферы. Например, возьмем те же диалоги во второй гильдии. Нам приближали камеру, и мы видели с человеком, с которым мы как-то разговариваем, взаимодействуем. И это действительно как-то их оживляло. В третьей же гильдии, ну, посмотрите сами. В остальном, мне, конечно, понравилась новая система прокачки персонажа. Сделана она довольно хорошо. Конечно, и многое работает от титулов, но все же в ней довольно прикольно копаться. Но, как по мне, вторая гильдия остается куда более интересной. Конечно, это мое оценочное мнение, и у вас оно может быть другим, поэтому пишите обязательно в комментариях. И, как мне кажется, за три года разработчики сделали практически ничего. И сейчас этот проект вообще практически никто не вспоминает. Скажем, к какому-нибудь Кенше доверия гораздо больше, и у него фан-клуб сейчас куда шире. Как мне кажется, если разработчики ничего не сделали за эти три года, то и в ближайшее время у них вряд ли что получится. Особенно при такой малой известности и таком маленьком финансировании. Скорее, будет выгоднее просто-напросто отказаться от проекта. Поэтому я просто-напросто не верю в него. Я не знаю, как вы, но я, пожалуй, вернусь во вторую часть. Кстати, сейчас она продается в стиме всего лишь за 69 рублей. Причем это за три игры. Ну, точнее, вторую гильдию и два дополнения, которые работают отдельно от игры. А что же касается третьей части, я, конечно, думал поиграть в мультиплеер. Но, переиграв во вторую часть, я подумал и решил, что все-таки сделаю возврат. И мне больно от того, что они так и не смогли реализовать весь потенциал игры в третьей части. У них было, мать его, три года, и что они делали все это время. У игры сейчас смешанные обзоры в стиме, и я не уверен, что они в ближайшее время как-то изменятся. Скорее всего, будет только хуже. Поэтому, да. К сожалению для себя, я не рекомендую вам эту игру к покупке. Ну, а если у вас есть какие-то свои мысли или предположения, то обязательно пишите в комментариях. А на этом, пожалуй, все. Ставьте лайки, подписывайтесь, берегите себя и своих близких. Пока-пока и до скорого. Субтитры сделал DimaTorzok